Дальше мы идем по улице Лавской. Она была в свое время Январского восстания, потом называли улицы Ивана Мазепы, на сегодняшний момент название Лаврское. И она тянется аж до площади Великой Отечественной войны внизу и на пересечении с бывшим бульваром Дружбы народов. По правой стороне за этими деревьями у нас уже начинается бывший второй арсенал, который... Белый хрест стоит на горе, от гора и там Белый хрест. Там восстановили какие-то паломнические места. Это же как раз получается напротив Киева-Печерской Лавры. Там восстановили. Ну там бывший второй арсенал, который на сегодняшний момент уже полностью закрыт. И на его базе сделан мистецкий арсенал, тот же от фонда Пинчука. Они нам показывают... Вот получается церковь Спасана Берестови. С этой стороны и туда проход, и начинается непосредственно один из входов на территорию верхней Киева-Печерской Лавры. Потому что нижняя часть Киева-Печерской Лавры, вход идет со стороны Днепра, внизу. Сама Киева-Печерская Лавра, она находится на горе. По легенде, которую нам рассказывали, пришел Андрей Первозванный, встал на этих пагорбах и сказал, что тут будет церковь и тут будет город. И так вот оно и пошло. Вначале отшельники жили. Кстати, отшельники жили и на территории Лавры, и растянулось это все полностью аж до Аскольдовой могилы. Там довольно-таки интересная композиция. Там и зеленый летний театр. Там есть что посмотреть. Там довольно-таки интересно. Вот отсюда мы уже начинаем видеть по правой стороне то, что был вот этот мастерский арсенал, он сейчас есть. Тут проходят книжные выставки, картины и галереи. Довольно-таки много людей приходит. И смотрят, и ознакомливаются с теми мероприятиями, которые тут непосредственно проходят. А вот отсюда, вот мы видим Украинское товариство «Короны, памятники истории и культуры». Вот это опорная стена, это и фонари, это уже начало Киево-Печевской Лавры. Опорная стена идет вон, покажи, пожалуйста, прямо, вон до тех раздвижных ворот. И с правой стороны получается заезд в Киево-Печевскую Лавру. По левой стороне тут была старая конячка. После этого там одноэтажное здание под крышей. Конячка перешла, была автобаза ЦК. Центральный комитет коммунистической партии. Тут стояли машины, которые обслуживали руководство и выполняли хозяйственные нужды ЦК. А после того, как они переехали на улицу Щерца в новую автобазу, то здание и территория полностью перешло под автобазу УВД города. Это дом старой постройки. Значит, тут были коммунальные квартиры. Но со временем это все полностью перешло, повыкупали и стали собственники отдельно. Да, в свое время мы в этом доме жили на втором этаже. Но я не застал, это было до меня. Они переехали, получили расширение, лучшие условия, потому что у них квартира была с соседями. И они переехали сюда, потому что эта квартира была бабушкина, а прабабушка жила на улице Чикаго. Вот музейная краница и вход в мистецкий арсенал. Это все старые постройки здания. Тут были цеха, тут было производство. Называлось оно «Арсенал-2». И, если я не ошибаюсь, тут изготавливались какие-то детали к стрелковому оружию и собирались на площадях этой территории. Сделана реконструкция довольно-таки хорошо, цивильно, красиво. Это все тоже происходило во времена президента Ющенко. Кстати, вот эти водосточные трубы – это настоящая медь. Потому что тут были случаи, что поначалу оно вообще первоначально, когда было установлено, оно все горело и сверкало. И были умники, которые решили подсупать. Был большой скандал. Они были найдены, наказаны. И трубы были установлены обратно на свои места. Так что это было. Это все очень старая часть города. Оно связано с Киево-Печеской лаврой. Идет разговор о том, что тут большое количество подземных туннелей. Потому что сама территория Киево-Печеской лавры перекопана. Мы будем впереди идти. Вот сейчас видим церквушку. И там же территория, которая отдана под одно из подразделений ООН. Они там находятся, у них там офис. И они работают, и работают по сегодняшний день. Вот с левой стороны непосредственно парадный вход. В верхнюю часть. Там, где... Видишь, реконструкцию не сделали, и фактически не видно. На стене фрески. Это, кстати, тоже часовня. Тут правилась служба. И она вроде как десятинная. Тут, когда делались непосредственно экскурсии. Они, кстати, и сейчас проходят. Я лично заходил. Внутри. И там довольно-таки красиво и хорошо сделано. Стены уже очень давно не реконструировались. С ликом святых. Которые вот это вот они находятся. И получается, на сегодняшний момент в историко-культурном заповеднике, который представлен верхней частью Киево-Печеской лавры, вместе с колокольней. Кстати, колокольня открыта для экскурсий. Оно не реконструировалось довольно-таки давно, потому что, как рассказывают, нет денег. В связи с тем, что постоянные смены были руководства, убирали. Это стена непосредственно крепостная Киево-Печеской лавры. И она была построена в период с 1698 по 1701 год. Это все памятник архитектуры. И это непосредственно у нас получается западный фасад. В верхней же части находилась резиденция Блаженнейшего. И тут непосредственно проживал Владимир. Пока он был жив, он непосредственно был на территории Киево-Печеской лавры. И они делили территорию и здание вместе с настоятелем Киево-Печеской лавры, с Павлом. На сегодняшний момент уже монахов нету фактически на территории Киево-Печеской лавры. Их выдворили, так как они относились к украинской церкви, московского патриархата и поддерживали страну агрессора. А когда Ануфрий стал блаженнейшим и настоятелем полностью, то он уехал, и у него резиденция находится в Голосейском районе. И там он находится и по сегодняшний день. Вот эта вот часть новая, с золотыми куполами, куполом золотым. Оно полностью сделано. Была реконструкция, тут правят в этой части. Там оно двояко. Может быть и украинское. А это украинская православная церковь, свято-федоровский мужской монастырь. Тут монахи находятся и они несут службу. Точно так же, как и Веденский монастырь, который находится тут рядышком. Вот это вот улица Цитадельная. Вы можете увидеть, насколько она неровная. По этой улице постоянно идут провалы асфальта, прорывы труб и все, не слава богу. Потому что тут рассказывают, что находятся подземные проходы, которые периодически засыпаются. И из-за этого проваливается дорожное полотно. Значит, по левой стороне тут идет продолжение комплекса Киево-Печерской лавры. Это боковая башня. И тут уже в нашем столетии, уже в 21-м, была сделана реконструкция. Потому что еще в 20-м веке на вот это вот здание, которое реконструировано и сделано по церкви, тут была просто инфекционная больница. Которая перешла уже в ведомство Киево-Печерской лавры, была отдана монахам. И они сделали ту церковь, немножко сделали реконструкцию. И привели это все полностью в порядок для нужд церкви. Поставлены окна, выложены немножко колонны. Ну, сделано так, что и не скажешь. Получается, храм на честь преподобного Агапия Печерского. и преподобного Сергея Роденейского. Два храма, они рядом стоят и на сегодняшний момент правят. Можно слышать бой. Это 7 часов вечера. Также отсюда инфекционную больницу они переделали очень сильно, потому что она была двухэтажной, а вот эту вот колокольню они выложили и фасад тоже переделали и сделали храм. Она была, конечно, страшная. И в основном тут неблагополучные люди лежали со своими болячками, проблемами и всем остальным. По правой стороне мы видим серое здание. Это админздание бывшего обувной фабрики, которая находилась в городе Киеве. Также тут небольшой скверик. Значит, это памятник Сеодоши, если я не ошибаюсь. А дальше стоит мемориал воинам-интернационалистам, которые погибли при интернациональных конфликтах. Он был сделан для так называемых воинов-авганцев, хлопцев, которые погибли, исполняя свой интернациональный долг в республике Афганистан. Значит, это заезд в пещеры, туда вниз. И вот там уже непосредственно дом Блаженнейшего. И если вот так вот отсюда заезжать, оно сейчас перекрыто все полностью, то можно выехать в нижней части мимо пещер и непосредственно выехать уже возле колодцев с водой. И будет нижняя часть Киево-Печерской лавры. Значит, также по этому заезду там непосредственно находятся мастерские, делаются церковные утвари, делаются кресты. Тут была очень приличная иконописная мастерская, пасека, свечи делали, выпечка. Ну, полностью замкнутого круга, все свое производство, и оно все полностью функционировало. Буквально до 1923 года. Вот то, что я говорил по правой стороне памятника Венцу. Начало ввода войск в 1979, вывод в 1989 году. Вон стоят воины-интернационалисты по ГИБС. И сюда, конечно, хлопцы приходят, помнят своих боевых товарищей, которые отдали жизнь, исполняя интернациональный долг. Также тут идет продолжение Киево-Печерской лавры. Тут церковь, воскресение Христово. И это памятник так называемым жертвам Афганской войны. Он как раз находится напротив. Тут служба тоже правится. На сегодняшний момент оно все полностью функционирует. Вот это впереди здание, это бывшая старая комендатура. Еще до того момента, как она была переведена на Арсенальную площадь, и возле метро Арсенальной она находилась. Это все постройки, довольно-таки старые. А на сегодняшний момент там находится офис хлеба Украины. Сделана реконструкция, все закрытого типа. Ну, весьма и весьма красиво, со вкусом и хорошо. И дальше продолжение идет. Там ресторан «Царское село», который у нас функционирует с конца 80-х годов. Было любимым местом для иностранцев. Цены были космические, ну, ничего. Тут музей старый, Ивана Гончара. Это Иван Гончар. Это же получается, если я не ошибаюсь, тесть Нины Матвиенко. Это ее мужа, приемный отец. И тут выставочная композиция. Он давно, этот музей. И на сегодняшний момент за этот музей отвечает непосредственно уже муж покойной Нины Матвиенко. И вот уже отсюда мы переходим в очередной комплекс «Мемориал Великой Отечественной войны». Также тут были представлены композиции афганцев, афганской войны. Тут же комплекс, памятник стоит, форсирование Днепра. Чаша с вечным огнем и сама статуя Родины Матери с смотровой площадкой. Кстати, была реконструкция и на щите был снят герб Советского Союза, который был установлен вместе с этой статуей в в 82-м году это все открывалось. Значит, вот тут с правой стороны мы видим техника, которая принимала участие в боях по освобождению Украины уже в этот конфликт и войну с 22-го года. Тут подбитая техника предоставлена. Это наша? Это, тут наша. Тут наша. Вон у вас стоит таблетка, который был расстрелян. И в этой всей технике были расстреляны люди, были люди погибшие в основном. Представлены там дальше машины, вон крайний там автомобиль новой почты, потом машины полиции. и ты хочешь туда пройти? Ну так давай мы пройдем по этой стороне. Тут и танки, и система град, и довольно-таки много техники, которая побита, и есть сильно побитая. тут получается вначале предоставлена непосредственно военная техника. Попробуем заехать, как оно тут получится. А дальше уже идет гражданская техника, которая тоже принимала участие в боевых действиях. Вот это БМП предоставлено. Проходи дальше. Та же БМП-1 представлена. Это БРДМ. БРДМ. Это после последствий уже взрывов и боевых действий. А это техника, которая была использована, она была гражданская, но переделана для того, чтобы можно было ее использовать в боевых действиях. Это уже техника 22-го года. Значит, вот УАЗ 3303, это 469-й УАЗ, так называемая таблетка Нива с военными номерами, Опель Фронтера, БМВ, он то автомобиль национальной полиции, который был уничтожен и сгоревший, и автомобиль новой почты. Он, кстати, стоит с расстрелянными стеклами. Это машины, которые непосредственно пострадали при этой войне. И с другой стороны дороги мы видим то, что я говорил, ресторан Царское Село, довольно-таки интересное и приличное. Девочки, он стоит в национальном костюме. Машины приезжают, машин много. Также мы видим с левой стороны флаг на флагштоке. Это самый большой флаг в Украине. полотнище. И по этой дороге мы же выходим, это продолжение улицы Лавской, и мы выходим непосредственно к площади Великой Тесной войны. Продолжение военной тематики это уже вход непосредственно в сам мемориал. Тоже мы видим уничтоженная техника, которая принимала участие в боевых действиях в 22-м году. По левой стороне мы видим пушки еще 18-го века. Это была Киево-Печеская фортеця. Киево-Печеская